Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили прокомментировать выступления Невзорова Александра Глебовича, ну и тут Задорного других. Если бы мы в жизни с ними встретились, то встреча была бы только одна, а так у меня уже это 26-е. Уроки атеизма. Если это уроки атеизма называется, значит нужно смотреть на плоды атеизма. Все, что в мире есть самое скверное, против чего воюют атеисты, это принадлежит им. Даже то, что они находят среди верующих, это им принадлежит, из их арсенала. Истинно верующий, имея сись страх Божий, написано не может грешить. Его благодать Духа Святого хранит. Вы беседуете с позицией атеизма, я выслушиваю. До этого я просмотрел уже эти все ролики. Но вот меня попросили, я заново сажусь и заново внимательно, с остановками и конспектирую, на какие вопросы стоит ответить. Ответить для слушателей, потому что просят разные, из разных стран даже. И для своих соотечественников, и для авторов этих роликов, для Невзорова, Задорнова и других, с кем приходится им встречаться. Мои же здесь комментарии, это как бы серия тоже выступлений, называется «Во свете Библии», вот «Святая Библия» и «Открытым оком». Вот у меня здесь книги, изданные мною, 38 книг, каждая по 752 страницы. Они тоже называются «Открытым оком». Это из книги «Чисел», 24 глава, 3-й, 15-й стих. Так что, кому это совсем уже не в моготу слушать, вы только припомните, что я отвечаю «Во свете Библии». Это означает, что «Во свете Библии» я признаю из святых отцов православной церкви. «Во свете Библии» я проверяю, правильно ли они говорят. Православные с трудом на это соглашаются. Кто вы такой, чтобы проверять? Как? Я должен проверять. Я должен, я обязан. Почему? Эпиграфом к нашим беседам может послужить такое. Иоанна, 12 глава, 48 стих, Евангелие. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Все на этом. Меня будет судить не патриарх, не соборы, не святые отцы. А слова Христа. А они отображены. В кавычки взято. С точностью до одного слова. Только в Святом Евангелии, в Святой Библии. Поэтому я обязан все проверять через Слово Божие. Потому что Ян Златоус говорит, избирая себе врача, наставника, учителя, смотри, не избери волка. Он имел основание говорить это. Если посылая в мир своих учеников, Христос говорит, посылая как овец среди волков, то призывая пресвитеров из Мелиты в Ефес, Деяние 20 глава, он говорит, из вас восстанут лютые волки. То есть бешеные. И вот я говорю, это будущее православным. Православные меня сразу скинут в мешок вместе с Невзоровым. Я их знаю. И когда Невзоров говорит, что касается Библии, Слово Божие, Христа, говорит о церкви, где он безумствует, просто сатанеет в злобе. Ну а дальше, где он говорит правильно, почему не принять? Где он обличает нас? Обличительный глаз никому никогда не помешает. Мы видим в Библии, что верующие люди слушали неверующих, когда они что-то говорили им. Говорили полезное. Мы же не знаем, какой веры была, такая-такая душа, там, в полистемляне всякие. Ну вот приходили и помогали в Храме Божьем. И они знали, какую вещь, где нитку протянуть. Все это имеет духовный смысл. Значит, я обязан все проверять Словом Божиим. Там такие слова идут. Что мы, дескать, и не должны знать подробно там про Александра. Христиане верующие говорят. Про Александра Невского речь идет. А у меня про него много написано. Я очень и очень много занимался этим. Я ничем не связан. Я непрерывно, можно сказать, 50 лет не вылазил из-за стола. Занимался. Это моя жажда такая. В прошлое годы, еще в советское время, я насчитал 50 книг аудио. Они сейчас в интернете только мной насчитаны. Это 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, Иоанна Кронштадтского, Игнатия Бринчанинова, Ифрема Сирина и других святых отцов. Так что, говорить надо сознанием дела. Я уже не один раз говорил. Священники не правы. Потому что не принимают обличения никакого. И когда Невзоров говорит, это свирепая секта. Ну я объяснял, что такое секта. Это не секта, но сектантское мышление. Это действительно так. Вот что мы знаем про апостола будущего Павла? Про Савла мы знаем. Деяние 7,58. И выведя за город, стали побебать камнями Стефана. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Ну, по сегодняшнему сказать, в крещении ему дано святое имя Савл. Но если Моисея назвали, Моисея вынутый из воды, в переводе с египетского, таким он и остался Моисеем в истории. Иисус Новин, как он был обрезан, Иисус Новин, так он остался. Но вот Савл был так он названный. Идеяние 7,58. И выведя за город, стали побивать его камнями Стефана. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. То есть многие ревнуют, но не по рассуждению. Вот таким же был этот юноша Савл, но он был искренним. Я вот смотрю, как выступают некоторые ревнители такие, даже Александра Глебовича взять. Это Савл. И из него легче получится Павел, нежели из тех, которые приходят в рясах. Я вот смотрю на Чаплина, я ни разу не видел просто на лице его, хотя бы мизерное, благоговейное отношение к собеседнику. Или страх за него, или слезы. Я не могу предположить, чтобы, ну я не прав, это мое мнение может быть так, чтобы знали, вот когда занимаются простыми делами, что вот это главное может быть оружие нашей ночной молитвы. Если Давид говорит в Псалме 118, 164 стих, 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. То есть ежедневно 7 раз. Мусульмане 5 раз намаз совершают. Вы найдите православных мужчин, мужиков, как говорит отец Дмитрий Смирнов, которые выходили вы на улицу и преклоняли колено 5 раз в день. За всю историю этого не было. Нам даже 10-10 мужиков не собрать. Так нам нужно учиться, учиться непрерывно на всем, что окружает нас. Для чего этот Невзоров появился на свет? Ходил Саша в школу, какие-то отметки получал, прилепился зачем-то к семинарии, зачем ему, когда у него природа вся КГБская? Значит нужно было, Бог допустил. И Бог ждет от нас благодарности, даже за Невзорова. Почему? Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Он пока один. Ему данное задание, он об этом не скрывает и говорит один пока, посмотри, что получится. Как только ему будет невыносимо где-то, за ним выступят легионы. Я гляжу попы, то есть священники ничего не понимают, и об этом он говорит, они совершенно слепые. И он прав в этом. Я говорю это, потому что все это я испытываю от священников. Более лживых людей, кажется, на свете нет. Мы работаем православно, идем по селам, даем Евангелие, собираем людей, все это с договоренностью с администрацией. И все люди, которые приходят туда, сколько бы я на стадионе собираю, я за 50 лет никому не сказал идти куда-то. Всех направляю в храмы московской патриархии. И попы меня убивают. Я у него причащаюсь сегодня, исповедуюсь, но не по насилию. И он меня всяческими именами, сектантом называет. Не называл меня таким только Александр Мень. У меня беседы с ним написаны где, записаны. Они на моем форуме, к истине один народ, аудио. Ну и вот 20-й том открытым оком, это наши с ним беседы. Это зайти можно и на сайте увидеть. И он говорит, вот когда смотришь на наше поведение, ну это 78-й год, то кажется, мы считаем Евангелие и стараемся сделать все наоборот. Вот. Вот. Как нас Господь учит, а мы как будто этого совсем не видим и не знаем. Я не знаю, найду или нет, сейчас это, я не думал это прочитать. Слова Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст очень богатый человек духовно. Самый плодовитый из святых отцов. Вот. И он говорит о том, что люди, мы, верующие, Бога-то не знаем, как должно. А чтобы Бога знать, как должно, мы должны смотреть в Евангелие. Я сейчас посмотрю, в каком месте это есть. Отчетом Златоуст говорит, в самом конце последнее слово, его необходимо даже показать. Может быть оно в первом томе у меня, это Новый Завет, выпущенный нами. Вот. Это, видимо, во втором томе. В первом тоже нету. Посмотри там, пожалуйста. Поищи. Вот. Вот. Если мы это не поняли, что за нас страдают другие люди, и ради нас они терпят вот это вот все, ему-то это зачем? Если он не верующий, ну и в своем неверии он и погибнет. Нет, там Ян Златоуст где-то надо посмотреть выражение. Нет, это его слово. А в конце так, даже в рамочке стоит, в рамочке небольшой, слово его. Ян Златоуст говорит, что если бы кто-то, ну, впервые пришел, надо посмотреть, я прочитаю потом, посмотрю, но в рамочку. В самом конце, перед оглавлением. Что бы он о нас подумал? Я сейчас возвращаюсь к Александру Невскому. То есть, Александр, его тезка Невзоров, он говорит, все, что о нем написано, вот это народный герой там и прочее, то не так это. Ну и прослушались бы, так это или не так. Но он говорит это ни на что не ссылаясь. Ну, какие-то там где-то данные, не столько убили, было меньше поражения. Ну, это западники могли так сказать. Я буду говорить на основании только церковной литературы. Вот для чего я прочитал про Савла. Почему он поменял свое имя? Непонятно, зачем? Даже про этого лютого гонителя Савлок. А послание подписано уже Павлом. Если мы скажем, что для православных это икона Савла, скажут, какого Савла? А Павла, понятно, первоверховный апостол. Это необходимо нам знать. Я спрашиваю священников многие, скажите, а почему он вдруг стал Павлом-то? Какая причина-то? Иисус был наречен при обрезании, таким остался Иисусом. Мария, мать его, была Мария маленькая, была в храм ведения во храм и умерла Мария. Зачем? А вот и Слово Божие мы находим. Слово Савл встречается 22 раза, а Павел 99 раз. И последний раз мы читаем к Филимону послание 1.19. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. И к Римлянам 13.8. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Вот в чем весь закон. И когда мы делаемся должниками, и нам должниками только по любви, при перерождении человек получает новое имя. Нас зовут христиане, поется так. Это Бог так делает. А то я гляжу, вот выступает там тоже Александр Дугин. Я не раз вот следил ни одно их выступление. Впечатление складывается, что, ну не о Боге он думает, а угодить как патриарху. В дугу прям прогибается перед каждым словом. Ну нельзя так. Патриархию как будто в глаза заглядывает, а что они скажут? Да так что скажут, с чего изволите? Нужно научиться слушать и верить, и кто, и где кормится. Действительно правильно Невзоров здесь говорит. Еще рылись сегодня в пуху. Какие деньги получают, соответственно тому или нет. Вот у нас на Алтае, наверное, из самых низких зарплат. Работает человек, даже вот знакомый в епархии работает, 6 тысяч рублей в месяц, нормально. Нормально. Врач если 10 тысяч получает, это тоже хорошо. Нужно давать доводы из Библии. Я еще попутно задам несколько вопросов. Вот из новозаветних русских святых мы видим, что после смерти на Сергия Радонежского претендует только Рерихи. Но именно Рерихи, колдуны, и называют его перевоплощенным Сергием Радонежским. А их тела это только, а его душа в них. Не может это просто так быть, чтобы сатана претендовал, а Бог не защищал. Когда дьявол спорил о Моисеевом теле, то Архангел Михаил сказал, запретит тебе Господь. И Бог запретил. Почему здесь не запретил? Речь идет не о двух годах везде. Рерихи это, ну, нарцы перевоплощенной Сергии. Но так ли это? Действительно ли это? Кто им доказал? Ну, почему они на него претендуют, а не на Серафима Саровского? Это мы все можем читать в тайне святых. Вот, теперь еще. Сергий Радонежский, я сказать, благословил на войну. Хотя в тайне святых мы читаем, он всего лишь предсказал Дмитрию о победе. Не более того. И второе. И только изображение святого Александра Невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Только он и другой. Почему? Не за кровь ли пролитую человеческую? Даже если воины защищают отечество и кого-то убили, уже отлучается от церкви, от причастия на три года. Каноническое правило. Сегодня вообще этого ничего не знают. Почему священники едут, освещают там танки, посылают людей погибать везде? Почему они это не говорят им? Даже при защите, не говоря уже при нападении. А сегодня любого отпоют. Вот святой Александр Невский. Жил он в 1219-1263 году. Канонизирован 26 февраля 1547 года. То есть спустя 300 лет. Но через 300 лет что можно узнать, найти? Раз он был не канонизирован, значит никаких материалов-то фактически никто не собирал. Но сейчас начни канонизировать тех, о ком не думали, что их будут канонизировать. Хотя сама канонизация это антиевангельское явление. Только Бог решит кто. В первом послании к Коринфянам Павел говорит, не судите никак. Прежнее время, доколе не придет Господь и не осветится крытое во мраке. И тогда будет похвала. Вот что я хотел сказать. Ян Затауз говорит. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны. Одни боли, другие менее. Никто не в состоянии пособить лежащим. Так если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такой дорогою, как будто решились идти против заповеди его. Святой Иоанн Затауз. Я подставлю поближе, чтобы могли увидеть. Ну что, православное, стоит прислушаться к тому, что нам говорят люди со стороны неверующие, пусть даже не расположенные к нам. Но посмотрите на себя критически. На суде Божьем-то мы такими не будем. Женщины в брюках ходят, когда каноны категорически запрещают одеваться в мужскую одежду. Каноны церковно, не считая Второзаконие 22.5. Да это мерзость перед Богом. То есть женщина, носящая брюки, мерзавка. Ни один священник не скажет, он боится потерять паспу и покупателей свечи, о чем говорит Невзоров. Это примитивно все. Бритых даже не отпевали. Кого бритых нет в стае сидят? Ну посмотрите, даже у Чаплина маленькая оборотка какая-то, и он они не трогают. Вот уже и пример я нахожу в Чаплине, которому мне трудно склониться умом. Я вижу, он прямо перед притархием мрет. Даже будет видеть, патриарх будет погибать в смертных грехах и не скажет никогда ему. Это я абсолютно уверен. У отца Дмитрия Смирнова какая-то борода жиденькая. Он ее не трогает. Вот вам уже и пример второй. А Осипу с лишним лет 75, и в галстуке масонском, и бритый, профессор. Добрый такой человек. Умница такой. Но эти каноны даны кому-то. Почему и говорит Невзоров. У вас же есть правила. По этим правилам запрещено торговать. И ни в церкви нельзя торговать. Ни священнослужители. Я специально принес снова показать книгу правил. Посмотрите, для кого она написана. 719 правил, которыми регламентируется вся наша христианская жизнь. И из них 413 нарушаются. Но по-другому нельзя сказать, как только потерять веру и стать Невзоровым. То есть, совершенно взор погасший. Надо осатанеть в такой злобе к православию и говорить, ну пожалейте его. На ком-то больше вины, может быть, будет. Кто послужил соблазном, что Невзоров оказался на той стороне. А вы скажите только, мы достойное получили по делам нашим. Революции-то делали не одни ивреи. Не одни китайцы. Далее читаем. Службы святому составили Александру Невскому инок Михаил Архимандрит Викентий. Да не каждый священник это знает. Первый храм в честь благоверного князя воздвигнут около 1630 года. То есть, почти 100 лет спустя после канонизации в Москве. В настоящее время, эти данные я взял архивные, 1893 года. В каждом городе обширной земли русской существуют храмы и часовни, посвященные Александру Невскому. Только с 1789 по 1880 годы, то есть, почти за 100 лет, написано различными авторами про Александра Невского 27 книг. Учтите, что это 1800 год, а умер в 1200, через 600 лет. Что можно еще написать, когда уже 26 книг написано? Ну и 27-ю будут писать. Так это еще до наших дней-то. Еще сколько пройдет? 1880-й, посчитайте. То есть, конца фантазии никаких нет. Дмитрий Ростовский-то где он был? И пишет о тех людях, которые живут в другой стране, имена, прямая речь. Но будьте снисходительны. Писательскому своему таланту он прилагает то, чего даже ни один фантаз не придумает. Но я верующий, я все принимаю, все жития. Я их начитывал. Дальше. Жизнеописание этого защитника земли русской. Никакого Бога нет. Он один защищал. Когда поближе посмотрит, так не защищал, а в рабстве ее, может быть, держал. Но я верующий православный христианин. И я каждый день молюсь святой Александр Невский. Вступись за землю русскую, за русский народ пропадающий. Ни земли, ни государства. Апостол Павел в послании Крым на 9-й главе говорит об евреях, за которых я готов быть отлучен. О спасении. Ни Божья Матерь, ни Павел, ни Христос не ратовали за освобождение земли из-под римского ига. Об этой свободе. А наоборот говорили подчиняться. Кому налог, налог. И Павел говорил об этом. Сегодня совершенно не понимает это. Россия не может себя защитить своими силами. Если Богу это не угодно будет. Она уже разрывается на счастье. И ладно, если этот год, в 2013-м проживем мирно. Я написал как-то, на наши земли вожделение, зависть. Облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом, водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Это к Богу, в царство. И святые воины, незавоинские подвиги, прославлены церковью. Говорят так. Отнюдь. И не было в их жизни, я говорю, от юности возлюбил Ииси Христа. Да не правда же это. Мы Александра Девского вообще не знаем. Как не знаем князя Владимира Язычника. Он крещен был Василием. Вот Василия мы знаем. Василий вернулся на Русь другим человеком, получившим зрение. Какое уж там, ну, телесно он прозрел. Он изменился, стал солнышком, радостью для людей. А все Владимиры, все до одного Владимира в России названы в честь язычника. И потому пьяницы они растут. Почему его, если Павел переменен на имя Савла на Павла, его Павлом, мы и знаем. И тут начинает уже, как называться, мухляж. Как сложительство говорят, тухта. Приезжает патриарх Алексей Второй, с Ростки. Тут Шукшин. Как его звать? Василий. Василий. Но храм Василия как-то не звучит. А мы храм Владимира. А почему Владимир переименен Василием? Игра идет. Вот министр обороны Грачев. Ну и что? А вот они теперь с Алексеем Вторым начинают химичить. В полном смысле. Нужно как-то защититься нам. А кого защитишь, когда тройным щитом мы отгорожены от света? Нашим ракетам, как специалистам говорят, подняться даже не дадут. Что они делают? Надо как-то обратиться к мистической стороне. И назначают хранительница, ракет сатана, римлянку-девицу Варвару. Я военные полковники спрашиваю. Скажите, а почему Варвару? Да, мы знаем, Варвара, икону вот нам повесили. Она защищает. Но почему? Ведь это даже не детское мышление. Но если не знаете, я скажу. В житии Варвары говорится, когда она убегала от отца Диаскора, и он нагонял ее, а она подбежала к скале, и скала разверзлась. И она зашла, и скала затворилась. Но это в житии написано. А пастух воинам показал. И что, превратился в кого он? А овца в старанчу. Ну, это жития написано, переизвано патриархией несколько лет назад. Ничего не надо выдумывать. Надо действительно научиться честно жить, по-честному. Если Господь нам дает какую-то милость, эту милость надо взять с благодарением Богу. Я говорю сейчас об Александре Невском. Насколько это будет достоверно, ну, только Бог знает. Мы берем это из книг. Господь сотрет припирающихся с ним. С небес возгремит на них. Господь свят. Да не хвалится мудрой мудростью Своею, и да не хвалится сильной силой Своею, и да не хвалится богатой богатством Своим, но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего. Первое царство, вторая глава, десятый стих. Вот где защита. И далее. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Иакова 3,14. Не говори, Он, Бог, ввел меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности в муже грешном. И с этим надо согласиться. У Бога другая мерка. Бог смотрит не на то, сколько нас, а сколько с Ним. Ибо один исполняющий заповеди Божии перед Богом дороже, чем 10 тысяч нарушающих. Какое-то множество переспрашивают. Я в одном из этих роликов, в комментариях, которые я даю, пояснял, как здесь Евгения Павловна Цыпенникова 5 лет вела исследование среди студентов, преподаватель технического университета в Барнауле. Там 21 тысяча студентов. И она нашла, что на 300 крещеных, моченых, только один ходит в храм. Что-то полувразумительно мог ответить. То есть абсолютный полный брак идет. Где они работают, там ничего нету. Мертвая зона. Но в ненависти своей, на что обращает внимание, вот Александр Глебович, он прав здесь абсолютно. Они почти все одинаковые. Но представьте, вот я издал вот этот трехтомник Новый Завет. Вот я его сейчас покажу, чтобы показать, как он выглядит. Вот. Это толкование по блаженным апеллахам. С закладками. Здесь 240 иллюстраций цветных. Мы раскрасили лучшего иллюстратора Гюстава Доре. Вот покажу сейчас. Посмотрите. На какой бумаге, как сделаны, с закладками. Здесь 297 моих комментариев о положении в церкви. Не толку Евангелия, а как бы расширяю то, что говорит Блаженный Феофилак. Живший в XI веке болгарский архиепископ. Вот. Вот эти книги. Как они выглядят? Ну, любой, кто издает книги или видел в руках, посмотрите внимательно. Эти книги находятся в библиотеке имени Ленина в Москве, президентской библиотеке, исторической. 240 городов и сел только в прошлом году получили. Они подарены в подарок патриарху Кириллу, Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Местным губернатором, епископом и еще 150 священников получили. Ну, скажут, а что ж тогда хвалишься этим? Так вот я и хвалюсь моим Господом. Я это отдаю, а они берут священники. А потом что делают? А потом жгут такое сокровище. Во-первых, тут полностью Новый Завет. Здесь полностью толкование блаженного феофилакта. Ничего, ни одного слова не добавлено. Вот, село Завьялово, Алтайский край. Там служит отец Александр Гребенюк. Как раз лицо интеллекта мне не испорчено. Он соглашается, ему в руки подали, все нормально. Назавтра он приходит. Они кощунники. Ну, сестры, братья, тепло у нас в храме? Люди не понимают еще. Тепло, спаси Христос, батюшка. Так это вот я, Игнатий, подарил мне Евангелие здесь. Я его сжег, поэтому у вас тепло. Александр Гребенюк. Я патриарху написал. Мы идем по селам, раздаем Евангелие. Священники Евангелие собирают и сжигают во дворе. В которых ни комментариев, ничего нету. Это антихристы. И вы, патриарх, ответите за все. Кого вы набрали? Патриарх Алексей говорил. Каких бандитов напринимали в церковь? Это в церковных ведомостях. Это у меня книга есть, кислено о православии. В ней это все сказано. Считаем дальше. Стирахов говорит, так же, 15-12. А следовал бы не о каписке писать, какие есть. От юности возлюбил Еси Господа Бога. Александр Невский. Да когда бы он его любил-то? Так, заканчиваю. А следовал бы сказать так. Он от юности был патриот своей земной родины. И от юности возлюбил Еси воинское дело, любя независимость своей любимой земной родины, и одержал многие земные победы. Но в скорбный час смерти отрекся Еси от суеты славы земной, приняв ангельский чин, и ныне заступник земли русской пребываешь перед престолом Господа Саваофа. Ты своим принятием монашеского чина имени Алексий ясно нам показал, что не нужно никому воевать плотским оружием, что потом, подобно тебе, горько не раскаивается и не послужит соблазном для многих, как ты, святой Александр, до принятия ангельского чина. Вот как в Ахафисте надо написать, а не лгать. Александра Невского церковь не может знать. Она знает только при кончине которой человек, блаженно не начало, а конец. Если смертный час отрекся человек от Бога, Господь говорит, всю жизнь и жил праведно, ни одного дела не вспомяну. Но если праведно жил, праведно, а если грешно жил и покаялся грешно, не вспомни ни одного греха. Во мне ли неправда, говорит Господь, надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? «Строго накажет вас Бог, хотя вы и скрытно лицемерите». Ио 13.7.10. Это в первую очередь относится к верующим и в первую очередь к священникам и к патриарху. К евреям 13.7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот чтобы так исполнить это все, то из святых даже один процент не останется. А все, монахи спрятались, как вот здесь главные герои России, выдвинули кого? Ну, номенклатурщики, номенклатурщиков выдвинули, там ни Пушкина нету, там нету ни одного святого, ни апостола, Павла, никого, ни русских, главных, которые потрудились для просвещения Руси. «Не знаете, какого вы духа?» Лука 9.55 и у Матфея 5.22 «А я говорю вам». То есть, что было, Господь называет ветхозаветнее, ненавидьте врагов, а я говорю вам, любите врагов, как будто церкви этого не слышали. Враги все для православных сегодня. У православных вообще друзей нету, при их ненависти ко всем. У них, друзья, только те, которые ниже их, без сопротивления платят и все отдают. Вот это самое, только друзья. Так вот, 160 раз в Новом Завете говорится «Я говорю вам», и они ни разу этого не услышали. И ни разу это слово «Я говорю вам» в Ветхом Завете этого нету. То есть, а по объему Ветхий Завет в три раза больше Нового Завета. Есть о чем задуматься? То есть, Господь непрерывно долбит и долбит нам «Я говорю вам», «Я», «Я» и ничего не слышим. Возникновение сектанства, мусульманства, все это на совести монашества лежит. Не проповедовали, лучше высасывали из мира самых крепких и не давая потомству, уходили в песок за монастырскими стенами, как Сидоров пишет. Русским быть невыгодно, ведь в этом ролике говорят. Да, именно так. А вот у нас монахи везде все это канонизируют и выбирают монахов. Мы попросим Бога, чтобы нам единодушно подвязаться за веру евангельскую, как написано в послании к филиппийцам. Аминь.